но пока есть повод вот по поводу цифровой экономики и вчера там обсуждали о том что собственно ну цифровая экономика вот эта новая экономическая система собственно в чем ее суть это цифровые платформы которые автоматизированы до по своим платежам по товарам ну то есть это по сути open базар этом протоколы передачи экономических сообщений то что мы называем то есть но это продукция какая есть да какая востребована все это в открытом виде на рынке пожалуйста берите покупайте и дальше там договоренности причем опять же в этой среде можно не публиковать где физически это главное ну там контакты до получить вот далее автоматически физическое отчисление налогов то есть на самом деле вся государственная машина вся социальная инфраструктура она построена таким образом сейчас что есть центральное вот это перераспределение то есть в любом случае кто-то это будет делать вот эти теории по поводу того что полное там либертарианство и люди будут сами оплачивать как бы услуги да там том числе образовательные медицинские но это там не совсем как бы работает на самом деле то есть на самом деле необходимы налоги которые дальше перераспределяются по факту хотя я ранее там был против налогов но на самом деле я за то чтобы эффективно использовались собранные средства теперь вот налоги какие я считаю что это социальная то есть безопасность образование медицина ну здравоохранение далее это безусловный базовый доход то что называется социальное обеспечение когда если человек там попадает какую-то жизненную трудную ситуацию то у него должно быть минимальное обеспечение причем у всех одинаково потому что это сильно удешевляет издержки и ну вот как сейчас там на всю эту махину государственную там тратится денег больше чем собственно на выплаты этим социальным этим кому там пенсии полагаются вот и еще это развитие то есть ну там экономическое развитие общем инфраструктурные проекты крупные мелкие в общем и я считаю что налоги в системе должны составлять очень значительную часть и вообще говоря там есть капиталистические там социалистические дауды то есть там у нас налогов сейчас как бы в россии на этом люди платят но если просто по зарплате там по моему 47 процентов если там все это с просуммировать еще 20 процентов ндс а с товаров и еще там в каждом товаре бензин заложен до в котором там больше половины стоимости тоже вот акцизы то оказывается что мы платим там по разным прикидкам там 70 процентов короче вот уходим государства и дальше как-то там перераспределяется я предлагаю систему вот мне нравится 510 и этом прошлом году делал там 5 умножить на 10 в общем короче 50 процентов это для физических лиц то есть там деньги идут фонды напрямую там на уровне реаги региональный федеральный местный и далее там здравоохранение образование ну в общем вот эти пять направлений 5 направлений и 5 уровней то есть получается вот эти 50 процентов делится на 25 равных частей которые отправляется каждый в свой фонд на вот ну дальше там понятно есть те кто курирует этот фонд это собственно есть власти на разных уровнях да там на местном уровне свой человек это все из выбраны избираемые да понятно чиновники там они отвечают перед народом там тыры-пыры и так далее да ну как сейчас вот и еще дополнительно это пять процентов с продаж то есть вся вот эта экономическая деятельность ну там никаких ндс там никаких больше ничего на самом деле никаких пошлин там как бы дополнительных каких-то акцизов там вообще больше ничего я понимаю что это такое радикальное до этом изменение и она сразу невозможно поэтому и такую систему и предлагаю внедрять сейчас в серый сектор то есть там где люди на самом деле сами себя обеспечивают ну потому что государство их не обеспечивает вот и дороги себе строят и там мы как бы и много чего но тем не менее это производство это там продажи до этом перераспределение так или иначе вот и серый сектор по разным оценкам опять же составляет от тридцати там до пятидесяти процентов в россии а вот я думаю что для серого сектора как раз вот крипто экономика она очень полезна то есть это то что можно делать скрыто при этом надежно не надо с кэшом связываться кэш он обесценивается постоянно вообще там в любой момент дефолт может там если это банки использовать то у них блокировки счетов производим короче там ряд неудобств а скрип той гораздо все интереснее единственное то что это все еще не сделано вот на самом деле то есть как бы есть bitcoin там есть инфраструктура но этого пока недостаточно то есть надо над этим еще работать вот но в целом развитие я вижу именно то есть это по сути классическая система где есть значит производство есть налоги есть социальное обеспечение без этого никак есть в том числе безусловный базовый доход социальная до этом поддержка который может сработать также как маркетинг то есть когда человеку приглашает да вот то говорят вот значит работать вот по таким-то правилам до приобретать товары вот те которые вот произведены вот здесь вот да там ну тоже экономика за токены вот если вывести в кэш пожалуйста да там с уплатой всех налогов чтобы все там белое было вот тебе 70 процентов налогов бери оплачиваю в кэш выводи дальше можете покупать любые товары без проблем вот но если что-то случится то ты гарантированно будешь получать там выплаты более того даже присоединяешься у тебя работы нету а у тебя уже выплаты идут вот это безусловный базовый доход именно безусловный базовый доход подчеркиваю не безусловный основной доход основной доход это теория о том что там человеку выплачивается сумма необходимая для жизни для покрытия всех там которые потребуются там и квартиры машины там и так далее нет я говорю о минимальном минимум сейчас там по разным оценкам опять же ну короче порядка семь с половиной тысяч рублей вот на которой в принципе можно как-то прожить да там в том числе аренда да ну то есть это понятно не квартира в москве будет вот но тем не менее прожить можно вот ну это не то что подачки там полторы тысячи рублей которые по безработице это в российской федерации то есть ну совсем ни о чем вот это как бы позволит ну каким-то незащищенным тем которые там занимаются и научной деятельностью в частности да да и бизнес тоже бывает когда вот ну как бы ну все там бизнес не идет до этом но только занимать денег у родственников либо в банке остается вот ну понятно инвестиции сказать ну короче в любом случае надо шевелиться да там это не отменяет то есть все эти выплаты безусловные они никак не отменяют что надо шевелиться это в любом случае вот ну а выплаты да опять же с налогов тут как ни крути но здесь должна быть заинтересованность общая далее вот на самом деле заинтересованность общая то есть когда но это насилие на самом деле то есть просто так добровольно платить никто не будет то есть надо понимать всегда есть власть имущие всегда есть те кто хочет получать управлять фондами перераспределять причем там кстати мотивация она работает в том чтобы человек никогда не болел чтобы на него денег не тратить то есть наоборот надо сделать превентивные меры то есть короче все должны заниматься там спортом все обязательно почему потому что за счет этого люди не будут болеть за счет этого все деньги которые фондов поступают их можно перераспределить свой карман и в этом есть собственные выгоды до тех власть властей которые собственно курируют этот вопрос вот то же самое там с образованием то есть ну надо потратить деньги медицину прямо показать безопасность то же самое а не дай бог начинается какая-то война все все доходы закрылись ее по рс это поэтому ни в коем случае нельзя допустить чтобы была остановка производства ни в коем случае это невыгодным будет никому в этом и суть безопасности кстати вот ну вот эта система черта его называется на самом деле да там эксперимент проводили они очень показательные они работают завершились эти эксперименты ну собственно когда сам чертаев умер на этом эксперимент и закончился то есть там была построена центральная централизова центрально управляемая модель правильно сказать вот то есть над этим тоже надо работать и там надо автоматизировать еще естественно там это было в советское время еще и там не было ни какой-то экономики но в целом как то так в общем присоединяйтесь разработка сейчас вот все технологические вот эти проекты в том числе стабл коины которые ведутся они в русле новой экономики да это кусочки это отдельный бизнес но они необходимы в целом в картине вот этого будущего так что присоединяйтесь и каждый свою долю получит в общем деле